и снова здравствуйте уважаемые дамы и господа дорогие друзья ученики соратники расскажу такую тему про точки да вот работа с точками это напрямую связано акупунктурные точки это все схемы которые вы там часто видите да про стопы часто говорят да про ладони говорят даже там публицистических журналах там виза печатают это сюда в тиве всяком это акупунктурные точки они как бы в нашем организме многократно повторяют проекции наших внутренних органов это по принципу голографической реальности вселенной да про голографию про голограмма я уже рассказывал да это вот вся вселенная что говорится отражается в песчинке да и все песчинка отражается во всем то есть что вверху то и внизу даже внутри то есть наружу и наоборот она все вот так реагирует и соответственно ну вот они эти схемы может посмотреть это вот упрощенная на по позвоночнику да и соответственно вот скажем позвонка отходит нервные корешки до идущие к конкретным органам и тут не только . даже зону целую зону печень до сердце целую зону по позвоночнику если посмотрим дальше например ну какие схемы же тогда папочка у меня тут много очень схем без китайской медицины ну вот стимуляция например такие может схемы на себя стимуляция предоставленных точек в данном случае вот например снижает жар продолжает защищать глаза до лицо паралич в точку вот этот лицо паралич неврология троечного нерва до защищают от этих проблем височные вот эти точки на головной боль снимают разные болезни какие-то точки мы уже рисовали да какие-то я еще пришлют эти схемы вот немножко по-другому расположен точке да вот на лице соответственно проект опять же всего человека до получается вверх ногами то есть половая сфера здесь вот ничего пузырь да вот после кишечник пошел здесь как бы на обычно щеках легкие левую правую доли печени и почек здесь тоже поджелудочная железа пошла видите и вот синяя это гинекология вот сокращенных вариант того же самого до сейчас в тонкий кишечник вот это на бровной дуге это сердце я в том что все карты можно говорили да они рисуются схемы везде немножко по-разному вот на ладони до желудок печень легкие вот . бессонница помогает . стимуляция сердечной деятельности по центру ну кстати вот эта точка да просто скажем замок она называется китайский прямая линия указательного пальца и прямая линия от большого пальца пациента находится . как куда вот она практически универсальная практически от всего снятия головной боли до быстро проснуться там с днем сонливость такая быстро там отрезвить себя и даже простуды заболеваний и там матчу только не советуют от всего помогает практически самостоятельно можно спокойно прожимать до боли жмется как таким способом техника шиатсу она подразумевает некоторые туда внедрения да но эта . она не совсем из-за культурных она больше вот и следующего разряда их разделена на три части акупунктурные точки это вот это не эта схема это то что вы видели по похоже больше там да на тайский китайские тибетские японские всякие схема а вот то что сейчас я называю это биологически активная . нервной системы расходят да то есть мы стимулируем через нервную систему это другие точки биологически активны и есть еще третий вид точек это триггерные точки до них потом доберемся вот то есть даже на зубах графическая проекция всех наших органов до провестируются вот соответственно коленные зубы 8 это получается сердце и тонкая кишка средние зубы селезенка желудок до ближе к открытом рту губы там заканчивать да это легкие и тонкие кишечник получается третий зуб зубы маркируются вот рачей на посередине да вот третий зуб это печень и желчный пузырь вот это начало пузырь и ухо почки также на языке все это есть вот мы видим что тут перевернутый вверх ногами как у человек также получается да то есть половые органы внутри в гортане ближе к кончику языка тут находится шея до соответственно здесь вот сердце печень желудок они получаются центральная зона до выше поднимаемся там уже глубже до поднимаем там уже почки находится железа также мы будем кстати по позвоночнику по языку привет проходить мануальную терапию по языку вас интересно можем увидеть сколиоз человеку старается да тоже до этого мы дойдем из такой да да по уху также да вот его говорю перевернутые вверх ногами зубы человека да тут получается вот глаз глаз язык ухо тут пошли вот по внешнему ободку пошел позвоночник соответственно вот сюда он закругляется это соответственно крестец получаете копчик да и логично здесь находится матка половой половой системы ближе сюда находятся руки ноги сердце легкие ближе к центру ну такие схемы есть такие вот и схемы опять же могут немножко отличаться ну как правило язык глаз медали на ухо но все вот в одном месте находится поэтому когда прокалывают ухо да надо идти обязательно указать сережки вешать к специалисту чтобы не попал не в глаз на ухо бывали больнике случится что вы человека страдал от зрения иногда попадают наоборот так что улучшается зрение бывает бывают и такие случаи так что тут надо с этим очень осторожно вот такая схема на руке и на ноге как правило тоже период человек до большой палец чаще всего по сужок терапии вы говорите да это голова соответственно там мозг от него отходит шея как правило по тыльной стороне либо по боковой стороне идет линия позвоночника по этой стороне боковой будет линия позвоночника по 100 печек может найдут рисунок дальше но такие смешные носочки может быть одеваете начала на клиенту да и смотрите куда нажать вот прям разложен человек да соответственно получается что руки что стопы они полностью тоже от наш организм но по половинке получается правая рука правая стопа отвечает за левую часть корпуса до него стопа рука за правой из корпуса но как правило внизу половая сфера потом желудочно-кишечная система до соответственно грудная клетка и вот тут все что к голове больше относится до за уши нос губы также кстати хотел сказать что не обязательно то может быть . это может быть зона вот это целый зоной массируется например у человека но условно говоря проблема который не замассировать в этом рак мочевого пузыря до нельзя массировать хорошим область живота но зато можно найти эти проекции функционные зоны здесь да и по массировать на стопах на руках постимулировать да и кому пойдет воздействие благоприятное положительное у всякие массажные такие тапочки продаются для стол кстати да для стоп уже сам покажу очень уникальная вещь есть чтобы глубоко не разбираться да мы будем проходить эти массаж стоп да не надо прямо досконально знать всю эту китайскую тибетскую систему там да и она конечно прикалываюсь там на левой ноге например нажимаю пальцем а вот вам массируем правый глаз а вот правое ухо массируем правую там скулу массируем смеются так условно просто для себя понимаете так что центр это кишечник если прямо в центре нажимается идет толстый кишечник сигнализирует боль да значит есть проблема в кишечнике здорово это ничего не должно болеть ну только от нажать сюда только нажать кричит стоим это значит проблем в данном органе то есть это как тест дополнительно проводится вот такие тапочки у меня есть здесь прям написано за такие зона не отвечают как видите прямо не досконально повторяется все рисуночки да но согласно зонам вот мы видим что мы попадаем на эти области да причем эти нажимаются вот они нажимаются до культурной зоны они еще с подпрос подкруткой ближе посмотришь лишь немножко подкручивается видите по то есть получается с эффектом массажа шиатсу когда мы делаем шиатсу помните говорил да он все точки они делаются эффектом шиатсу то есть мы должны вывинтиться в точку и вывезти оттуда правило ввинчивания правил буравчика если но это вихрь как бы мы символизируем вихрь некоторые да чакры это собственно тоже вихрь да то есть у них у любого вихра есть как бы воронка да куда он входит если вихрь закручивается по часовой стрелке он входит в тело да если против часовой то выходит из тела поэтому также если мы хотим в как бы стимулировать . этому туда должен войти послать энергию туда а энергия у нас идет по всей по всем суставам да и как правило центр ладони выходит пучок энергетический и с кончиков пальцев выходит да у экстрасенсов это там больше развито да у обычного человека просто тепловая энергия там два-три сантиметра где-то идет в руке это все на фотографиях можно видеть это всю всю энергетику человека да поэтому своей энергетикой аккумуляторную точку если хотим на него благотворительного действия да то мы по часовой стрелке внедряемся лечим до стимулировать данного если вытаскиваем оттуда болезнь то мы наоборот вывинчиваем оттуда и против часовой стрелки выходим ну соответственно тапочки такие рекомендую мне очень помогают ты где взять в ортопедическом магазине и тут даже нефритовые видеть есть под пятку причем они соблюдают ортопедические станут звуку посмотрите плоскостопия вот эти повыше продольно плоскостопия и поперечном плоскостопия лечит а там где пальцы вот как чашки пальцев нажимается ведь они не не венчиваются они прибиты то есть очень грамотно сделаны эти тапочки вот и тут тоже вот но потом там попробовать так дальше что мы там видим еще на руках тоже получается да между ногами получается идет вот это ручки это голова сверху да и соответственно с внутренней стороны получаются внутренние органы опять центр это толстый кишечник если прижимаем болит там по центру да проблем толстым кишечнике вот тут получается вот тазовые часть нарисован да вот это сейчас получают за половину отвечает я уже рассказывала что это в наших краях гусары на балах тысячи там восемьсотом каком-то году в девятнадцатом веке женщина как бы не было таких свободных отношений не было там не синдерами сайт знакомств интернета все это было сложно знакомились на балах напрямую уже даме там не скажешь откровенности когда целовали ручки они целовали язычком именно вот это место чуть-чуть вязали стимулируя стимулируя нервно окончания половых органов до которые давали дам сигнал гиппокамп мозга и они больше возбуждались вот и давайте посмотрим на доску теперь получается акупунктурной точки методы воздействия до акупрессура называется до техника шансу су-су там пишут по всякому до метод воздействия примерно длится от одной до трех секунд биоактивной точки это другие . они практически болевые точки до убил оксины биологически активно там по-разному вижу они же очень часто падают на болевые точки которые в джиу-джит там чудо используется на них уже метод воздействия просто надавливание до либо пульсация такая несколько раз только заправить . не договорил то есть вы не просто жмете до боли до несколько раз вы стимулируете нажали раз два три 4 5 6 7 8 9 10 секунд примерно отпустили нажали отпустили то есть вот такие методы на них дают и тут получается уже то есть как назвать пульсирующее давление только у нас такой самый пульс пульсирующее сдавливание примерно уже получается от пяти до десяти секунд триггерные точки или зоны но это же все много зонами только точки на и зоне это как правило ну грубо говоря спазмирована часть мышцы да она как правило долго не расслабляется то есть это несколько месяцев несколько лет может длиться дорогу проблемная зона и как правило там они еще одна мышца на другую накладываются еще обе спазмированы узелок получается в силе человека и как правило этот узелок можно давить еще и на нерв так что получается триггерные точки совпадают с биоактивными точками чаще всего на них метод воздействия это давление это нужно жестко давление там надо жестко и и получается от 10 секунд до даже одной двух минут даже не пишу 120 до 120 секунд получается где-то достаточно там 15 секунд чтобы отпустили кровь побежала кстати тут же получается еще эффект шланга так называемым то есть в чем смысл смотрите любая мышца чаще всего мышцы на величина обратно заканчиваются сухожилием вот она крепится где-то к костям где-то какой-то там бугорок костный бугорок и задают где-то там крепится допустим вот так что такое спазм это вот ну грубо говоря кровь носа сгусток до которую не опускает не выходит проходимой слабо до мышца сокращена и раздута в этой области да получается она же передавливают скорее всего какой-то вот там идет не в какой-то до передавил его нервирует его в руку либо в ногу там в шею куда-то там да может во внутренней органы нервировать и соответственно какими методами мы на нее воздействовать на эту зону да ну во первых мы растирали массаж трение растирания до чтобы сгусток увести сюда сюда во все стороны выводим мышцы во вторых растягиваем до мою тянем поперек тянем продольно убрать это второй способ это просто удары да ну просто ударяем как бы разбиваем эту зону третий способ это продавить точку продавливаем точке в трех местах получается здесь вместе к липу вместо вместе крепления и вот место купления в том что для мозга из одной зоны сигнал идет болевой все равно откуда отсюда три точки для мозга равнозначные много правило в практике я использую две точки основного давления да а здесь я использую метод релизинга то есть еще один способ это релизинга почитаешь какой же получается 4 5 а 4 релизинг лизинг это что такое это мы берем эту мышцу и мягко и разглаживаем поперек продольно и по диагонали делается очень мягенько вот представьте вот пучок мышечный долг из волокна состоит мягко 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 он еще в фасции фасады к пеночке все покрывающее который также может быть перенатянута где-то слипшиеся где-то там она скомкалась до это происходит медленно в течение там примерно минуты с конкретно с одной мышцы работаем до проходить потом вытягиваем вдоль потом вытягиваем под подагонали вот так вот это метр релизинга медленно точек он же дает эффект шланга то есть перекрыли кровообращение вот сюда до крови должна идти да она как вот здесь нашла поступили набухает 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 вы отпускаете примерно там секунд 15 прошло допускается и может вода кровью пробивает эту пробку грубо говоря если нажимаем вот сюда прямо точку то это получается практически после зимитической релаксация то есть после и заметили это напряжение статическое да идет расслабление вы нажали мышцы напряглась еще больше и еще больше боль нестерпимая мозг терпит 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 и потом какой-то момент он начинает думать и отпускает отпускает мышцы расслабляется релакс и расслабление расслабление после напряжения дословно переводится вот и ну какие еще способы есть иголку вот сюда блокаду делают это место обезболивающее средство нестероидные воспалительные препараты кольт какие еще способы прогревания также да есть продевающие кровати камни подушечки вот эти вот травяные до матрасы эти специальный камень турмалин турмалиновый сюда делаются кольца такие там до электромагнитным значением стимулируют да то есть ставят клемму сюда и сюда одну клемму они начинают по очереди плюс минус давать мышцы дергается сама начинает дергаться а больше как получается мы стимулируем сухожилия а сухожилия является антагонистом для самой мышцы если мышца стянута до сухожилия перерастянута ему неудобно да если мы сокращаем вот так вот дергаем до током то мышцы начинают резко распрямляться а и это тоже не нравится дергаться сопротивляться да и потихонечку стимуляция также сам что вибрация от вибрации начинают уходить спазм так и по поводу давления вот тут есть еще такая усиленная формула если все таки мы давим на саму триггерную зону да то есть такой способ как наговор воздействие пир обязательно с дыханием с вдохом и задержка дыхания то есть мануальные техники мы делаем на выдохе запоминайте фу человек и мы нажали да здесь наоборот мы нажали на вдохе весь пир весь пир так делается на вдохе задержали дыхание вместе с клиентом дело в том что тут как бы продыхание можно вообще не говорить да это все очень быстро там 5 секунд нажал неважно а здесь серьезная работа идет ставить на минуту почти надо задержать дыхание человеку идет внутреннее напряжение серьезно такое да в этот момент мы ну вот как то все происходит технологический сын наговором да мы ему говорим попробовать через боль все-таки отпускают мышцы до пускай 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 человеком через боль начинается поставляться у него мозг подключается да и отпускают болевой синдром но это еще не все мы дальше мы говорим потихонечку выдыхай и в этот момент можем резко отпустить это буквально там 10-15 секунда но если не получается тогда действием другим способом дальше нажмем уже минуту и проговариваем дальше наговор наговор говорится в реальном времени да без всяких сомнений без всяких слов частиц не да нет нет не там не будет не надо удаляем и формула наговора либо я сейчас продиктую до поставить потом записать далее либо этому пишу пришли вам она она не имеет прямо таких посылу да что там четыре предложения сказал все ну примерно действует так сначала надо с этой болью договориться то есть мы в нее верим мы уважаем мы с ней согласны мы с ней как бы не противобойствуем да мы говорим я понимаю что боль есть мы понимаем мы это как бы я доктор и пациент мы продолжим настроить смотрите как получается нас лучше строя больной врач и пациента если пациент болезнь да и болезни если пациент объединяется с болезнью то он они получат дворем борется против врача нам это не выгодно мы должны договориться наоборот с пациентом объединиться против болезни то есть мы вдвоем победим тогда уже и боль да поэтому я говорю мы мы понимаем это боль принимаемыми для себя с благодарностью я за что-то нам было дана для чего-то нужно но мне как это не оцениваем не судим не осуждаем там не подсчитывал нам за грехи не за грехи на овощи вообще просто неважно вот вообще никак не оцениваем и поэтому мы и отпускаем потому что в ней пропала необходимость больше нет надобности мы и отпустили настоящими говорим уже отпустили она ушла она ушла на дальний план на второй план на третий на 5 на 20 по нашла за горизонт за пределы города можно сказать что за горизонт ушла за пределы земли ушла и растворилась в космосе в черной дыре мы про ее и забыли ну или можно сказать там белым облаком взлетела и растворилась в небе и все мы про него забыли более нету и не существует но вот тут третья часть наговора вакантное место осталось до начала чем-то заполнить что самое сильное в мире свыше данному это дома энергии любви то есть мы заполняем исцеляющие нет мы это место заполняем исцеляющие силы любви любовь обволакивает это место и теплом рассеиваются по нашему телу также можно а при этом мы все время синхронизируем с человеком он же начинает дышать глубоко животом медленно делает вдохи и выдохи и мы с ним также дышим вместе с ним и в конце завершаем что мы запускаем через эту точку на который больно запускаем в эту в это место как бы туда вдыхаем через . доходил делаем запускаем в это место чистый белый свет который приятным теплом приятными волнами разносится по всему телу нам хорошо и тепло и приятно от боли не осталось и следа мы про него забыли как правило уже даже на середине этого наговора у меня уже все опустила сейчас решается серьезно проблема когда человек ему поднять плечо два года он ходит болит тянет какую-то мышцу да вот находим в этом мышце например вот этот краешек да вот этот краешек и это как вы методом шланга а вот посередине например да ну сам самый эпицентр то есть надо эти самые эпицентр боли все мышцы проходим самый эпицентр боли вот применяем технику когда уже там минуту две минуты с наговором то же самое на спине тоже самое кстати домашнее задание может попробовать сделать на себе любую боль таким способом брать причем не только физическую но и душевную от кого-то кто-то обидел в ярости какой-то любую нервную боль там зуб болит все с помощью этого наговора можно даже может прикоснуться пальцем можно не прикасаться но лучше прикоснуться еще раз говорю энергии с пальцем благословно и по часовой стрелки туда ее внедрять я думаю более проговаривают наговор мы понимаем эту боль мы не то что терпим да мы ее приняли что она за что-то ведь дома что-то нужно поэтому оцениваем это с благодарностью но в ней отпала необходимость теперь мы ее просто отпустили боль ушла пошла далеко далеко и мы ее забыли никак не ценим не судим не ругаем просто ушла и ушла была и была теперь ее нет не осталось и следа посылаем это место энергию исцеляющей любви она белым светом входит в нас и растворяется цепном во всей челюсти по голове во всем теле приятными волнами сходит вот так пока сейчас это говорила мне тоже прошло где нажал было больно до часу все пустила так что вот это вас пожалуйста используйте сейчас мы будем это все примет на практике так по поводу . по моему ну поняли их различие биологически активно тоже что-то нажимаем на ногах на тазу она лопатку уже показывал да это были биологически активно . ну и соответственно можно не то что перепутать а работать с ними как с триггерными есть там там проблема просто триггерные не всегда совпадают с ними если там нерв идет тогда совпадают и снег не идет мышцы можно ходить сбоку от нервы то проминаем именно мышцу все дорогие дамы и господа с вами был олег алабудвин до новых встреч